Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут». Красота всегда в цене и в моде. Ни одна крупная промо-акция, выставка, презентация или яркая шоу-программа сегодня не обходится без девушек и юношей-моделей. Разработкой индивидуального образа и стиля занимается целая команда профессионалов. Это визажисты, режиссеры-постановщики, ведущие фотографы и так далее. О том, как научиться свободно вести себя перед камерой и в обществе в целом, сегодня говорим с директором известного рязанского модельного агентства Павлом Янчиковым. Давайте начнем с того, что сегодня представляет собой ваше агентство. В данном случае это в первую очередь обучающий процесс, то есть это школа, где мы готовим свои кадры к модельному агентству как раз. То есть у нас два структурных подразделения. Первое – это школа моделей, второе – непосредственно модельное агентство. То есть для того, чтобы модель могла работать на подиумах, на съемках, всевозможных фотосессиях, естественно, ее надо научить. А что сегодня вообще представляют собой модели? То есть это какие-то стереотипы, действительно, девушка с определенной талией, с длинными волосами, с длинными ногами? Или сегодня это нечто другое? Мы готовим модели к большому подиуму, но говоря о нашем городе, то есть здесь у нас все гораздо проще, даже говоря о России в целом. То есть есть определенные секции, их восемь. Туда входит модель рекламная модель, то есть актер модель, даже есть юноша модель телохранитель. Мне вот заинтересовал, я себе пометила, да, спрошу обязательно. То есть необязательно обладать какой-то незаурядной внешностью, да, веселким ростом, то есть чтобы попасть, например, в рекламную секцию. Возраст ведь тоже разный. С 5 лет это детские общеразвивающие модельные группы, то есть в основном родители ведут детей, ну, как бы, да, сложно сказать, кем станет ребенок в будущем. То есть ведут для того, чтобы, ну, как бы воспитать, что ли, такие вот, да, привить какие-то благородные манеры, исправить осанку, научить красиво двигаться, ходить и так далее. А вот, и когда они растут, то есть они у нас перетекают в театр моды затем, и затем уже во взрослые модельные группы, и потом, конечно, если кому-то интересно, как правило, процентов 80 интересно, то есть они уже остаются работать с нами по контракту. Звездная болезнь не возникает, особенно у маленьких. Есть ведь, наверное, такой куча света, камеры, люди вокруг тебя мельтешат. Да, но с ними есть у нас такой замечательный психолог. У нас вообще нет понятия такой звездности, да, то есть мы это искореняем на корне, потому что нужно работать в группах, чтобы чего-то достичь, да, нужна большая команда. И вот они как бы, особенно в театре моды это чувствуется, то есть один в поле не воин. А чем занимается театр моды? Это некая постановка, красивая феерия, действия под музыку? Да, то есть они сами, с помощью педагогов, дети, да, учатся моделировать костюмы, рисовать их, отшивать, естественно, да, то есть делать декорации сами, ставить сами номера, и большие такие как бы шоу, мюзиклы. Давайте с моделью телохранитель, посматривав свой листочек, интересно, что это такое? Ну, как бы в нашем городе опыта у нас такого не было, то есть конкретно по заказу, да, то есть, ну, их готовят по нескольким видам боевых искусств, включая самооборону и так далее. То есть юноши презентабельной фактурной внешности могут сопровождать там определенную персону на какой-то, или в светский раунд, либо что-то так. То есть у нас обычно с охранниками же проблема, я имею в виду с внешностью охранника. Ну, красота, конечно, страшная сила, а тут еще реальный отпор, правда? Плюсы, да. Есть у вас спортивная составляющая, меня лично это заинтересовало, то есть есть некие вылазки какие-то на природу, причем серьезные, где вы занимаете какие-то места. Что здесь, рассказывайте. Это на даче, по-моему, у нашего президента Петрова Дальняя World Fashion Channel канал организовывали чемпионат по плежному волейболу среди модельных агентств. Ну, вот как бы наши девочки готовились к нему месяц и вот заняли первое место. Есть у вас такой в списке пункт, как подготовка работать на камеру. Кто-то из наших, моих коллег, может быть, действительно обращался, давайте не будем называть имен, но вообще спрашивают, а как, а что не так, а как правильно, а как нужно. Обращаются. Самый главный совет дадите? И мне, в частности, и моим коллегам. Я думаю, нет, потому что это не, как бы, ну, давайте начнем с того, что надо быть просто уверенным в себе, а на остальных мы должны как бы не особо обращать внимание. То есть вот это, вот это я первый. Естественность. Да. Надо поступать и делать так, как вам нравится, просто в первую очередь, и не скрывать этого. Мне казалось, что с вами будет сложнее общаться. Обычно люди в вашей профессии немножко закрыты, немножко пафосны, вот много всего такого. На самом деле такого нет. О ваших соратниках расскажите немножко. Такие же люди открытые, творческие, в общем-то, добрые, я бы сказала. Совершенно разные, на самом деле, и творческие, и нетворческие. То есть сложно сказать, что какие-то определенные здесь критерии. Люди те, которым это нравится явно, да, которые верят мне, они, конечно, со мной остаются и работают уже потом достаточно продолжительное количество времени. Не могу сказать как-то одним словом определенным. Каждый уникальный по-своему. Вот тут ведь, наверное, как в школе, отучился, выпустили. Или у вас по-другому? Вы работаете дальше со своими моделями? Может быть, вы поддерживаете какие-то отношения, стараетесь куда-то показать себя, посмотреть, как они работают? Есть такое? Вплоть до замужества. И рождение первого ребенка. Потом все, да? Даже после, если модель формит, она все равно возвращается к нам. Нет, у нас есть, конечно, клуб. Это третье наше подразделение. Мы сделали салон красоты, такой клубной системы. Куда они приходят, просто так уже в гости. Но они уже как родня. То есть работают с нами 8-10 лет, уже друг другу становится. Кто-то другом, кто-то братом, кто-то там сватом. А до которого возраста вообще этот бизнес открыт? Я модели имею в виду. Ну, если большой подиум, то 22-24 года в среднем. Если это топ-модель, то, конечно, это практически бесконечно. То есть пока уж совсем что-то плохо там не станет, не дай бог никому. А у нас, в принципе, тоже, наверное, не имеет возраста. Все зависит от желания, в первую очередь. У вас есть любимый какой-то стиль работы, который ваш? То есть вот вы видите человека, понимаете, что вот хорошо. Разное зависит от настроения. Как правило, либо какой-то фильм, да, я посмотрю, у меня что-нибудь там где-то перемкнет. Это я могу увезти всех на фотосессию зимой там с вампирами. После сумерек, например, у меня такое произошло. То есть 15 девочек, там 12 мальчиков. То есть поехали все раскрашенные в пух и прах, разнаряженные, сниматься на голом снегу в руинах. Вот. То есть вот как-то так. Либо музыку я какую-то услышу. То есть у меня вот что-то напрямую ассоциации с чем-то возникает. И я сразу... Ну, я тоже творческий человек. У меня много знакомых такого рода. Я вот знаю, что когда боди-арт, например, да, когда буквально голые действительно девушки, но на них все нарисовано. Возникают трудности с тем, чтобы где-то в городе отснять. То есть это либо парк, либо даже у театра драмы был такой момент, где были шикарные фотографии. Но много согласований. У вас дикие глаза прохожих наблюдаются и в первую очередь стражи порядка. Ну, со стражами порядка у нас не возникал. Ну, это один-единственный был момент. То есть когда девочку одну остановили, у нее, по-моему, то ли страховки не было. Как раз вот фотосессии с вампирами. Она вся разукрашенная ехала сама за рулем. И нас продержали там полчаса на посту на Реткинском ГАИ. То есть вышли все остальные в этих ворокоплатьях. Ну, в общем, было интересно. И, наверное, я думаю, гаишникам тоже было очень интересно. Поэтому они нас продержали где-то минут сорок даже. По-моему, больше из любопытства, да, посмотреть? Да, вроде красиво, много и зачем. О ваших перспективах. Расскажите, что сейчас готовите? Может быть, можно приоткрыть немножечко завесу тайны. Впереди тем более грандиозные праздники. Я имею в виду Новый год, Рождество. Наверняка уже есть задумки. У нас, как правило, проходит открытый урок. Очень такой серьезный, масштабный. То есть мы снимаем либо театр юного зрителя, либо драму. То есть в зависимости от набора, то есть от количества участников. И там шестичасовое шоу, где мы показываем все, что мы как бы делаем с обучающим процессом, то есть с учениками, с нашими, чему мы их учим, чего они достигают. То есть вот это самое-самое, то, что мы обычно делаем после Нового года, буквально после праздников, после каникул наших новогодних. И по модельному агентству существует у нас еще такой проект Fashion Night. Мы о нем немножко забыли. Он раньше был, как бы проводился, да, мы проводили его очень часто. То вот в этом году, вернее, последние 3-4 года мы его совершенно забросили. Вот в этом году хотим его возродить. Это Ночь Мода, где собираются одни из ведущих бутиков в Рязани, да, и демонстрируют свои коллекции, то есть с помощью наших моделей, нашей постановки, нашей организации. Интересное мероприятие. Дайте какой-нибудь совет тем, кто, наверное, хотел бы выглядеть чуть лучше. Мне, знаете, хочется, чтобы вы дали вот кому совет, домохозяйкам, которые выходят, но на самом деле немножечко не готовы к тому, что их увидят все, и муж, который, в общем-то, привык, видимо, до свадьбы к чему-то другому. Хочется, чтобы вы напомнили о том, что следить за собой нужно всегда. Как говорят евреи, да, то есть они даже мусор должны выносить. Да, я согласна с вами абсолютно. Прическа вечернее платье. А вдруг случится мужчинка, да, как говорит Сарочка. Дело в том, что очень, конечно, грустно, да, что у нас такая участь женщины, она не наверно скажет всего. Себя нужно любить. В первую очередь, да. Тогда полюбят остальные. В первую очередь, да. Поэтому неважно, где ты находишься, да, на кухне, либо там перед экраном телевизора, в домашней одежде пусть это будет красивая одежда. Спасибо вам огромное. Было приятно с вами поговорить вот так, с глазу на глаз. Нашим телезрителям хочу сказать, чтобы они не забывали услышанные сегодня советы. Это была программа «Семь минут». До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok